Что касается эпидемии ВИЧ-инфекции в России, она продолжает развиваться. По оценкам UNAIDS, эта цифра может приближаться к миллионам или полуторамиллионам. Правительство российское, оно не предпринимает буквально вообще никаких шагов для профилактики ВИЧ-инфекции. Либо болезни вот и заносит себе грязь, аж пользуются старыми шприцами. В Москве, например, сейчас работает только один проект снаряжения вреда, это наш проект. Миссия нашей организации – это способствовать развитию гуманной наркополитики, основанной на соблюдении прав человека и достоинства человека. Фонд Андрея Рылькова помогает людям выжить. Мы можем делать программу иглы и шприцев в Москве, несмотря на то, что на 10 лет нам твердили о том, что это невозможно. Но мы это делаем. Я работаю непосредственно отречеработником, сдаю шприцы и устанавливаю связи с людьми. На меня ценно помогать людям. Провожу тренинги по передозам, по ВИЧ. Я помню, как снижение вреда помогло мне, и, возможно, не будь в моей жизни снижение вреда, но меня как бы не было бы уже здесь. У нас ситуация постнадежда, пост какое-то сопротивление. Мы не пытаемся поставить себя в оппозицию с правительством. Все, что мы хотим, это защищать жизни своих друзей. Все, кого мы можем своими руками вытащить, того мы будем вытаскивать. Субтитры создавал DimaTorzok